На этом колумбийском пастбище пасутся счастливые коровы. В меню животных фрукты, падающие с плодоносных деревьев и свежие зелёные листья, растущих поблизости кустарников. В недалёком прошлом, чтобы расчистить пространство для выпаса крупного рогатого скота, аграрии вырубали леса. В настоящее время от этой практики постепенно отходят и переходят к агролесоводству. В рамках пилотного проекта фермер Энрике Мургейта на одной территории выращивает полезные травы, плодовые и зерновые культуры, высаживает деревья и организует выпуск коров. Такой подход к ведению хозяйства увеличивает фермерский доход. Кроме того, что очень важно, агролесоводство защищает дикую природу. Эта система способствует сохранению биологического разнообразия. Это хорошо и для почвы. Улучшается её плодородность. Используя преимущество агролесоводства, в атмосферу меньше попадает метана от коров, снижаются выбросы диоксида азота и закиси азота. Поэтому применение системы агролесоводства – одно из решений проблемы изменения климата. Учёные отмечают, что на такую безобидную, на первый взгляд, отрасль, как сельское хозяйство, приходится порядка 23% общемировых выбросов парниковых газов. Исследователи утверждают, что агролесоводство – лучшее решение и для фермеров, и для окружающей среды. По данным Всемирного банка, в Колумбии за последние 7 лет количество агролесоводческих ферм увеличилось в 10 раз.